Здравствуйте, дорогие ученики 9 класса! Сегодняшняя наша тема это аммиак. Рассмотрим ее, а вы приготовили тетрадочки. Формула аммиака, а точнее, пространственное строение формулы аммиака NH3. Хорошо, как мы видим, угол составляет 107,8 градусов. Хорошо, а здесь мы с вами можем увидеть расстояние между азотом и водородом. Дорогие ребята, вспоминаем, в аммиаке какая гибридизация? СП3 гибридизация, значит там какое строение? Тетраэдрическое строение. Хорошо, ребята, строение молекул аммиака и катиона аммония. Давайте рассмотрим поближе. Рассматриваем, как мы с вами сказали, в аммиаке СП3 гибридизация и молекула в тетраэдрической форме. Хорошо, как же образуется ион аммония? У молекул аммиака, а точнее, у азота существует неподеленная электронная пара. Хорошо, при этом к данной неподеленной электронной паре подходит водород, а точнее, катион водорода H+, с пустой ячейкой. Хорошо, что происходит? Верно, здесь вы уже, наверное, догадались. Это донорно-акцепторный механизм, где донором является азот, а акцептором является водород, так как у азота есть пара электронов неподеленная, а водород имеет свободную ячейку. Тем самым азот предоставляет свою неподеленную электронную пару в данную ячейку водорода, и, как мы с вами видим, образуется ион аммония. Общий заряд ион аммония равен плюс. А здесь мы с вами можем увидеть, пространственное строение иона аммония. Я надеюсь, донорно-акцепторную связь вы вспомнили, запомнили моменты, как из аммиака получается ион аммония, обратили внимание на их пространственное строение. А я могу продолжить. Получение. Смотрим, ребята. В лаборатории аммиак получает нагревание соли аммония с щелочью, а в промышленности взаимодействие азота с водородом. Обратили внимание на химические реакции, где хлорид аммония вступает в реакцию с гидроксидом кальция, при этом образуется хлорид кальция, вода и аммиак выделяется. Хорошо. Дальше обратили внимание на следующую реакцию. Здесь происходит взаимодействие между азотом и водородом. В присутствии катализатора давления и температуры образуется аммиак. Данная реакция является обратимой, а также экзотермической реакцией. Хорошо, ребята. Продолжим с физических свойств. Аммиак – бесцветный газ с характерным резким запахом, примерно в два раза легче воздуха. Под давлением или при охлаждении аммиак легко сжается бесцветную жидкость. Жидкий аммиак обладает большой теплотой испарения и по этой причине используется в холодильных установках. Хорошо растворяется в воде. Обратили внимание, в одном литре воды растворяется 700 литров аммиака. Водный раствор аммиака называют аммиачной водой или нашатырным спиртом. Эти моменты записали, указали у себя, а мы продолжим с химическими свойствами. Смотрим, ребят. Водный раствор аммиака имеет слабо-щелочной характер, поскольку незначительная часть молекул аммиака реагируя с водой, образует в растворе ионы аммония NH4+. И гидроксид иона OH-. Смотрим на данную реакцию. Хорошо. Здесь, как мы с вами видим, аммиак с водой образует NH4OH, где NH4OH с легкостью распадается на катионы аммония и на анионы OH-. Из данного же рисунка вы можете увидеть, как фенофталиин приобретает розовый цвет. Хорошо, ребята, продолжаем дальше. Аммиак с кислотами образует соли. Записываем реакции дальше. Обратили внимание, азотная кислота с аммиаком образует нитрат аммония. Ортофосфорная же кислота с аммиаком может образовывать, как дигидроортофосфат аммония, а также может образовывать гидроортофосфат аммония. Записали реакции, указали название для данных формул. Продолжим, ребята. Если стеклянную палочку, смоченную концентрированной соляной кислотой, поднести к выходу пробирки, заполненный аммиаком, то образуется белый дым, состоящий из частиц хлорида аммония. Из данного рисунка вы можете увидеть данный процесс. Его также называют дым без огня. Обратили внимание на реакцию, где аммиак взаимодействует с соляной кислотой с H-хлор и образует хлорид аммония, NH4-хлор. Хорошо. Продолжим, ребята. При нагревании аммиак разлагается. Смотрим на реакцию. Аммиак разлагается при температуре на азот и водород. Данная реакция является обратимой. Дальше продолжим. В чистом кислороде аммиак горит желтым пламенем. Это запоминаем. При нагревании в присутствии катализатора аммиак окисляется кислородом воздуха в монооксид азота. Записываем реакцию, где аммиак плюс кислород образуется N2 и вода. Хорошо. При записи данных реакций обращайте внимание на коэффициенты. Записываем следующую реакцию, где в присутствии катализаторов аммиак горит с образованием монооксида азота и воды. Также при записи данной реакции обратите внимание на коэффициенты. Продолжим, ребята. Аммиак с диоксидом углерода образует, запоминаем, карбамид. Данную формулу карбамида записываем у себя. Это СОНХ2 дважды. И записываем следующую реакцию. Аммиак с диоксидом углерода образует карбамид и воду. Записали данную реакцию. Как же определяют аммиак? Обратили внимание на определение. Определение. Газ аммиак распознают или по посинению влажной красной лакмусовой бумажки или по характерному запаху. Или по образованию белого дыма при внесении в аммиак стеклянной палочки с моченной соляной кислотой. Данный процесс мы выше с вами рассматривали. Хорошо, ребята. А теперь, ребята, давайте мы с вами ознакомимся с применением аммиака. Смотрим. Аммиак применяется в получении соды, пищевой соды, а также применяется в холодильных установках. Хорошо. Из аммиака получают азотную кислоту, а азотная кислота используется для получения удобрений, как, например, сульфата аммония, хлорида аммония, карбамида. Хорошо. Аммиак также используют в обработке драгоценных металлов. Дальше смотрим. Аммиак используется в производстве лекарств. Используется как окислитель ракетного топлива. Соли аммония используют для паяния, а также аммиак используется в производстве взрывчатых веществ. Применение аммиака, я также надеюсь, вы указали, записали у себя. А теперь, дорогие ребята, я попрошу закрепить все изученное на странице 95. Желаю вам удачи и до следующего урока. Здравствуйте, дорогие ребята. На прошлом уроке мы с вами познакомились с такими темами, как систематика и единица систематики вид. Мы говорили о единице эволюции популяции. Сегодня мы будем с вами говорить о классификации и эволюции органического мира. То есть фактически мы объединяем наши предыдущие темы и продолжаем с вами изучать классификацию органического мира. Итак, в 18 веке в биологии существовало следующее понятие, следующие тенденции. Говорили, что виды были созданы богом и оставались неизменными постоянно. То есть процесса эволюции не происходило. Вот такие взгляды называли креационизмом. Что же такое креационизм? Это представление о возникновении жизни в результате сверхъестественного события и о неизменности видов. То есть ничего в мире после сотворения не меняется. Таких взглядов придерживался и тот ученый, с которым вы знакомы. Вспомните, пожалуйста, ребята. В седьмом классе вы это проходили, и на прошлом уроке мы тоже говорили об этом. То, что Карлине для обозначения вводит такой термин, как двойные латинские названия, и, кроме того, он вводит, например, вид как единицу классификации. Что же мы с вами назвали видом? Мы сказали, что вид – это совокупность особей, имеющих одинаковое строение, внешние признаки. Мы говорили о том, что у них еще одинаковые генетические признаки, морфологические. И мы говорили о том, что они могут свободно скрещиваться, давать плодовитое потомство и обитают на одном и том же ареале. Карлине, как мы уже говорили, за основу своей систематики определяет вид. Но, кроме этого, он вводит в систематику еще следующие категории – вид, род, отряд и класс. Давайте посмотрим внимательно. Вот эта систематика вам знакома еще из шестого класса. А это у нас категория систематики Линнея. И вот теперь скажите, пожалуйста, на самом деле систематику растений или животных он составлял. Сравните. Естественно, мы можем посмотреть. В его категориях был вид, род, отряд и класс. Соответственно, он разбирал систематику животных. В дальнейшем появляются следующие категории. Такие категории, как царство, такие категории, как семейство и тип и отдел. Для обозначения, как мы уже тоже говорили, Карлине вводит двойные бинарную номенклатуру. В этих названиях мы видим обозначение рода и обозначение вида. Например, черная смородина, красная смородина. Смородина – это род. И вид – черное или красное. Мы уже с вами разбирали их морфологические отличия. Итак, когда Линей составлял свою систематику, то он именно наблюдал за морфологическими отличиями. Когда он разбирал систематику растений, то он просто подсчитывал количество тычинок у растений. Когда он рассматривал систематику животных, он рассматривал строение дыхательной и кровеносной системы. Как вы уже понимаете, было очень много ошибок. Если, например, мы с вами сравним дыхательную систему головастика, то есть личинки лягушки, и взрослую лягушку, мы будем знать, что там есть очень большие отличия. Дыхательная система головастика подобна дыхательной системе рыб, то есть дышать жабрами непосредственно, а у взрослой лягушки уже появляется дыхание, связанное непосредственно с легкими и частично с кожей. Также кровеносная система у головастика подобна кровеносной системе рыб, то есть один круг кровообращения и двухкамерное сердце. У лягушки появляется, в связи с появлением легких, появляется второй круг кровообращения, малый или, как мы его называем, легочный круг кровообращения и трехкамерное сердце. Таким образом, если, например, мы руководствуемся строением дыхательной и кровеносной системы, мы могли бы с вами головастика, то есть личинку лягушки, объединить вместе с рыбами, а лягушка у нас была бы отдельно. Но на самом деле мы с вами знаем, что это один и тот же организм. То же самое происходило и с количеством тычинок. Иногда бывает так, что растения, которые относятся к различным, абсолютно различным семействам, они могут иметь одинаковое количество тычинок. Систематика Линея, как мы уже говорили, она могла распознавать, только лишь помогала распознать растения и животных. Но она не говорила о том, как они развиваются. Она не рассматривала исторический ход развития. И таким образом виды, как уже я повторяюсь, оставались неизменными. То есть, если, например, одновременно были созданы как рыбы, так и земноводные, и Линея, конечно, не рассматривал такой процесс, как эволюционный процесс, и, например, происхождение от рыб земноводных. Другой учёный – это Жан-Батист Ламарк. У него было такое произведение «Философия зоологии», и он уже здесь выдвигает гипотезу о изменяемости видов. То есть у него появляется настоящее эволюционное учение. Он утверждал, что разнообразие животных и растений – это результат исторического развития органического мира. То есть изначально появляются какие-то одни виды, от них происходят другие и так далее. То есть он говорил о эволюции. Эволюция – слово с латинского языка переводится как «разворачивать». Понятие эволюция, как мы уже знаем из курса 6-7 класса, и в 9-м мы сейчас знакомимся с вами, это переход от простого к сложному. Например, переход от одноклеточных животных к многоклеточным, затем усложнение многоклеточных организмов. И мы говорим, что идёт постепенное усложнение. Таким образом мы говорим постепенное усложнение строения или же слово «градация». Вот со словом «градация» даже не с самим словом, а с его корнем вы сталкиваетесь очень часто. Предположим, мы взяли с вами термометр, и мы видим, что там нанесены цифры. Иногда мы термометра как называем? Градусник. Или, например, мы взяли с вами стаканчик, в котором есть шкала для измерения объёма воды, жидкости, и там тоже есть градуировка. То есть градация – это как бы своего рода мера такая, усложнение всё больше-больше или всё меньше-меньше. Здесь мы берём постепенное нарастание, всё больше и больше, градация. Итак, ребята, по мнению Ламарка, должна была быть определённая вообще какая-то движущая сила, которая способствовала тому, что постепенно по градации организм начинает совершенствоваться. И этой силой он называл внутреннее стремление к совершенствованию. И вот, например, иногда вы можете увидеть в учебниках, там, где изображает Ламарка, очень часто изображает рядом жирафа. Потому что Ламарк дал такое понятие, что у жирафа длинная шея по той причине, что он, стремясь к совершенствованию, он упражняясь, пытаясь достать верхние веточки, он тянулся к ним, у него образовалась такая длинная шея, и в результате этот признак длинной шеи он начал передаваться следующему поколению. Но мы с вами, конечно, понимаем, что это далеко не так. Почему? Потому что на прошлом уроке мы с вами даже говорили, что если кто-то из вас пойдет в спортивный зал, вы будете заниматься, у вас появятся такие хорошо развитые мышцы. Это не значит, что в будущем, когда вы станете взрослые, и, например, у вас появятся дети, и у этих детей будут такие же точно мышцы, как и у вас. Посмотрите, ребята. Но у Ламарка, благодаря тому, что он рассматривал градацию, уже появилась новая абсолютно классификация. Всех животных он разделил на 14 классов и 6 ступеней. Давайте посмотрим. У вас в книге есть подобный рисунок. Изначально располагаются инфузории. Это простейшие одноклеточные. Затем полипы. Это подобно гидре. Затем появляются черви. Затем насекомые, паукообразные, ракообразные. Затем уже появляются хордовые, такие как рыбы, рептилии, птицы, млекопитающие. И венцом эволюции является человек. В принципе, еще Линей помещал человека вместе с хордовыми и млекопитающими в своей систематике. Ламарк также подтверждает, что венцом эволюции, то есть венцом всего органического мира является человек. Ну вот давайте посмотрим. Август Вейсма. У него была работа, в которой он предположил следующее. Если мы возьмем двух мышей, отрежем им хвостики, и затем у этих мышей будет потомство. Будут ли хвостики у этой мыши? Потомство. Конечно, будут. И таким образом, вот этот образ мышки был своего рода как насмешка над Ламарком, который говорил о том, что методу упражнений происходит совершенствование, и оно передается следующему поколению. В дальнейшем, конечно, позже Чарльз Дарвин, эволюционист, он ввел определенные гипотезы, определенные доказательства эволюции. А более современные ученые подтвердили ход течения эволюции. Итак, ребята, давайте рассмотрим заслуги и ошибки Карла Линнея. Заслуги Карла Линнея были в том, что он дал определение вида, ввел двойные названия вида, ввел понятие вид, род, отряд, класс. Но ошибки его были. Классификация была искусственной, так как он рассматривал один-два признака. Мы уже говорили с вами. Например, по его систематике головастика и лягушка оказывались абсолютно в разных категориях и признавал постоянство и неизменяемость видов. Что же мы можем сказать о Жане Батисте Ламарке? Его заслуги в том, что он создает уже первое эволюционное учение. Запомните, пожалуйста, первое эволюционное учение принадлежит Ламарку. Разделил животных на 14 классов и разместил их на шести ступенях, как мы уже говорили, согласно градации. Градация, ошибки в чем были? Градация идет под влиянием стремления к самосовершенствованию. То есть он говорил о том, что методом упражнений животные и живые организмы совершенствуются и становятся на более высокий уровень в ряде градаций. Полнаследству передаются только благоприобретенные признаки. То есть если, например, у какого-то организма появился нежелательный признак, он не передается будущему поколению. А если он благоприятен, он передается. Итак, ребята, ознакомьтесь, пожалуйста, с параграфом 27 на странице 101 классификации эволюции органического мира возникновения эволюционного учения. И ответьте на вопросы. Вопросы к этому параграфу очень интересные. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова